Девушки отдыхают Кто-то из американских писателей назвал чемпиона мира в тяжелом весе вторым человеком после президента. И в этих словах нет такого уж большого преувеличения. Тяжелый вес – это отдельная каста бойцов. Нечто особенное. Они стоят как бы за рамками бокса. Самые большие, самые могучие, самые богатые и самые знаменитые среди звезд любых других видов спорта. Действительно, популярность тяжеловесов по сравнению с их более легкими и менее габаритными товарищами по ремеслу кажется иррациональной. Но любовь, выбор и вообще предпочтение – материя далекая от логических построений. Да, они большие, нередко неповоротливые, замедленные и недостаточно изобретательные, в отличие от чемпионов младших весов. Но они самые. И этим определением полностью исчерпываются секрет их популярности. Да, короли других весовых категорий чаще всего техничнее, стремительнее, агрессивнее и даже зрелищнее. Но все это не имеет никакого значения. Потому что именно тяжеловесы – главное блюдо в меню профессионального ринга. А все остальное – лишь гарнир и приправы. Одно из самых любимых и нелепых упражнений журналистов состоит в выстраивании всевозможных рейтингов, которые, если вдуматься, глубоко абсурдны. И все-таки я дерзну пойти по этой дороге и выстроить такой своеобразный рейтинг. Первые три места я разделил бы между тремя бойцами. Это Джо Луис. Его нельзя не включить на одно из первых мест, поскольку человек 28 раз защищал титул чемпиона мира среди профессионалов. Больше, чем любой другой боец в истории бокса. Это Майк Тайсон образца 1985-1989 года. И это гений и бог тяжелого веса Мухаммед Али. Главной забавой любителей сладкой науки, спортивных журналистов и боксерских аналитиков является составление совершенно бессмысленных и границ субъективных списков и рейтингов лучших бойцов в истории той или иной весовой категории. А то и вообще среди всех весовых категорий сразу. То есть паунд-фо-паунд. Разумеется, главными жертвами всех этих умозрительных спекуляций становятся любимые публикой многострадальные тяжеловесы. В пространствах виртуальных рингов сходятся герои, разделенные десятилетиями. Рокки Марчиано и Майк Тайсон, Джо Луис и Мухаммед Али, Джордж Формен и Джек Демпси. Без сомнения, эти игры человеческого разума изначально некорректны и отдают стойким журналистским душком. Но, поскольку публика хочет, рискнем и мы отметиться на ниве аналитической импровизации. Первый – это все-таки Рокки Марчиано, на мой взгляд. Ну, он все рекорды побил, ушел непобедимым. И практически все его бои он выиграл нокаутами ярко. Ну, пожалуй, второе место делит Майк Тайсон и Мухаммед Али. Джо Луис, Мухаммед Али, Ленокс Льюис, Джордж Формен. Однозначно Мухаммед Али, второй – Джордж Формен, третий – Эвандер Холлифилд. На четвертое место я бы поставил Рокки Марчиано и его феноменальный инстинкт убийцы и дух бескомпромиссного терминатора. А на пятое место бы, наверное, поставил Ленокс Льюис. Удивительно сбалансированный, антропологически совершенный тяжеловес без слабых мест. Четвертый – Ленокс Льюис. И пятый – наверное, Рокки Марчиано или Джо Луис. Хотя, наверное, Джо Луис, он может также и с пятой позиции перейти на первую. На одну строчку я бы поставил Майка Тайсона и Эвандер Холлифилда. Жалко, что бои в Демпси мало сохранилось. Джо Луис, наверное. Джо Луис все-таки. Я бы отдал пятое место. Но Рокки Марчиано для меня, однозначно, он кумир. Нет смысла сталкивать в воображаемом и стерильном ринге звезд тяжелого веса разных поколений. С лихвой хватит и тех великих боев, которые они провели в самой что ни на есть грубой реальности. Боев, навсегда превратившихся в легенды бокса. Разве можно забыть первую мегазвездную и мегакассовую сагу в истории бокса? Два боя техничного и тактически защренного Джина Танне с тотальным агрессором Джеком Демпси под незамысловатым прозвищем «Монасский мордоворот» или эпический почти голливудский сериал, поданный в духе противостояния вселенского добра и зла с участием Джо Луиса и Макса Шмеллинга в главных ролях? Ну а с чем можно сравнить фантастический триллер из трех боев величайшего Мухаммеда Али и брутального панчера Джо Фрезера, завершившийся одним из самых убийственных и кровопролитных боев, ставшим классикой бокса и вошедшим в историю под словещим титулом «Трилла ин Манила». А грандиозная фиаско непобедимого железного майка, биографию которого сенсационно сломал Бастер Даглас по кличке Гуляка, боксер, на карьере которого давно уже поставили очень жирный крест. Даглас, собравшийся всего один раз в жизни, всего один раз сполна реализовавший свой фантастический потенциал. Он разгромил Тайсона в красивейшем бою и совершил самый громкий апсет в истории профессионального бокса. Я бы выделил в истории тяжелого веса два величайших противостояния. Первое – это фантастическая, неповторимая, вечная, сакраментальная трилогия между Джо Фрезером и Мухаммедом Али. Вообще фрезер, я не видел ни одного боксера, у которого в арсенале отсутствовал левый джеб. Ну, там, в зависимости от стойки. Он вообще не бил левого джеба. Почему такой левый джеб? Левый джеб – это, во-первых, начало бокса. Левый джеб – это целеуказание. То есть он практически дрался слепой, грубо говоря. То есть левым джебом нащупывается ударная дистанция, и дальше уже или левый крюк, если ты там скрытый левший, или там правый идет. Он вообще работал без джеба. Он интуитивно чувствовал дистанцию и бил. Бой 1971 года некоторые называют лучшим боем в истории тяжелого веса. И, наверное, такая точка зрения и имеет право на существование. А бой 1975 года недаром назван кошмаром в Маниле. После боя оба бойца утверждали, что еще никогда в своей жизни они не были так близки к смерти. Все 15-14 раундов боя они обменились тяжелейшими ударами, каждый из которых мог при других обстоятельствах быть последним. Их очень много, таких поединков. Ну, наверное, лучше из того, что было совсем недавно. На мой взгляд, один из самых зажигательных, ярких, недосказанных поединков, это был, конечно, поединок Ленокс Льюис против Виталия Кличко. А с точки зрения, допустим, действия в ринге, это был поединок Дэвид То, Айби Абучи. Там было нанесено за время поединка сумасшедшее количество ударов. Ну, также я бы отметил самое скандальное противостояние, завершившееся самым грандиозным скандалом в истории бокса. Это противостояние между Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном. Я имею в виду второй бой, когда Майк Тайсон занялся людоедством по отношению к Эвандеру Холифилду. Но, кстати говоря, надо и вспомнить и первый бой. Ставки в первом бою принимались 19 к 1 в пользу Тайсона. Тем не менее, проявив высочайший профессионализм, высочайший уровень бокса, Эвандер Холифилд нокаутировал Тайсона в финале этого боя очень эффектно. Во-первых, Форман Фрейзер, как там Фрейзер аж после ударов подлетал и падал. Это два боя, и происходило одно и то же. Мохаммед Али Форман, когда было избиение все, по-моему, 6 раундов в одну калитку, и все, он был уже на грани, и вдруг такой непонятный удар, как-то он так вот выделил, и все, Форман оказался на полу. Потом Тайсон против Бербика, когда Тайсон стал чемпионом мира, а Бербик был в то время один из самых лучших и ведущих боксеров тяжеловесов, и там нокаут был, сколько он раз в 5 минут вставал и падал. Такова уж природа человека. Публика всегда будет стремиться узнать, кто же все-таки самый-самый. Несмотря на всю условность подобного рода оценок, лучшим боксером в истории тяжелого веса был и остается Мохаммед Али. Он сам назвал себя величайшим и доказал обоснованность своих притязаний. С этим трудно не согласиться даже тем, кому неприятно поведение Мохаммеда Али за пределами ринга. Ничего нельзя поделать с тем, что Грейтест действительно был самым искусным боксером тяжелого дивизиона. По мысли, по скорости, по передвижению, по стойкости и способности терпеть боль и держать удар. Мохаммед Али – это боксер, который, на мой взгляд, сделал бокс, который мы смотрим сегодня. С пиаром, с пресс-конференциями, с выпадами в сторону соперника. Помимо всего прочего, пока никому не удалось добиться того, что добился Али, мировой известности. Ну, Мохаммед Али, он обладал не только великим талантом, он был исключительно умным человеком. Поэтому все то его позерство, которое очень раздражало многих любителей бокса, его звали «Губошлёпы» из Луисвилия. Почему? Потому что странно было, когда человек, который еще никто, и звать тебя никак на профессиональном ринге, кричит «Скоро забудут великого Джо Луиса». А Сони Листон, который казался непобедимой глыбой, он говорит «Я просто тебя разорван отчасти». Это было, по крайней мере, странно. То, что сейчас очень многим боксерам не хватает. Али дрался на всех континентах. Он ездил в Европу, в Африку, проводил бои не только в Америке. И по этому показателю, я считаю, долго уровень Али никто не достигнет. Потом же, опять же, Мухаммед Али привнес супертяжелый вес, движение, скорость, перемещение на ногах, средний вес, скажем так. Мухаммед Али был не только одним из величайших чемпионов в истории бокса. Он вывел бокс за тесные пределы спорта и сделал его важным компонентом шоу-индустрии. Майк Тайсон завершил этот процесс. Благодаря его в чистом виде дьявольской популярности и мрачной притягательности, гонорары звезд профессионального ринга поднялись до космических высот. Вот это был удар. Об этом ударе будут писать все газеты, все боксерские журналы. Телевидение будет его крутить десятки, сотни раз. Я не всегда люблю выставлять боксеров-тяжеловесов, будь это титульный или рейтинговый поединок в свой матч. Потому что подчас неожиданный нокаут, неожиданный, да? А боксеру платишь гонорар, такой, как он должен пройти весь бой, а он прибивает своего соперника на первой минуте, как бы и все, да? Ну и страдает шоу, потому что для зрителей-то хорошо, ну, класс нокаутом, яркий. А для меня уже само количество минут в матче сокращается, приходится что-то делать. А если два, а если три боя на нокаутом? Удар, панч – это квинтэссенция тяжелого веса. Своеобразный банковский счет боксера – последний довод короля. Каким бы виртуозным мастером не был бы тяжеловес, публика никогда не простит ему отсутствие нокаутирующего удара. Этот недостаток никогда не позволит стать мегазвездой. Как, например, не смогли стать мегазвездами Прима Корнера, Флойд Паттерсон, Крис Бёрд. Как не может без удара стать звездой наш фактурный соотечественник Николай Валуй. Многолетний и многократный чемпион мира Ларри Холмс был прекрасным боксером. Но, не обладая сокрушительным ударом, он так и не сумел войти в пантеон великих тяжеловесов. Хотя и был чемпионом больше, чем иные любимцы публики. Практически все лучшие тяжеловесы в истории имели в своем арсенале мощный нокаутирующий удар. Удар, который ни раз и ни два выручал их в критических ситуациях. Недаром боксерская поговорка утверждает, как бы ни складывался бой, панчер всегда сохраняет шанс на победу. Вспомним Джека Дэмси в трудном бою против Джорджа Карпантье, Джо Луиса в бою с Билликоном, Рокки Марчианом в поединках с Джо Луисом и Джо Окотом. И, конечно же, классику. Бой Мухаммеда Али с Сонни Листоном и Джорджем Форменом. Боксерские аналитики иногда пишут, что самый сильный разовый удар в истории бокса был у Эрни Шрейверса. Трудно сказать. Я думаю, кстати говоря, что уж не журналистам рассуждать об этом, потому что силу удара боксера способен оценить только тот, кто выходил против него в Рим. Я думаю, в отношении Эрни Шрейверса сказался тот факт, что первые 32 боя своей карьеры, 32 боя подряд, он завершил нокаутами. Но не думаю, насколько я, человек вне ринга, может судить, что у него был сильнейший удар. Я думаю, что самый сильный удар из всех тяжеловесов все-таки был... Давай боксера выберем. Даже три. Марчана, Форман, Тайсон. Причем Марчана наносил удар, если Формана был с замахом, там было видно, что голова отлетит, да? То Марчана мог нокаутировать, как китайцы, с расстояния 15 сантиметров из такого, просто точным ударами сюда. Вот это вот искусство. Сильнейший удар я бы отнес таким бойцам, как Рокки Марчана, феноменальный левый хук на скачке из Крауча глубокого. Это Джо Фрейзер, Сонни Листон, Форман и апперкоты Майка Тайсона. Вот это самые мощные удары, которые я помню в истории тяжелого веса, профессиональный боксер. Нравились бои с участием, допустим, Эрни Шейверса. Да, так сказать, потрясающий нокаутер был. Я ничего не говорю про Марчана, потому что в нынешней градации весовой он, наверное, скорее всего, полутяж или просто тяж, но никак не супертяж. За последние годы тяжелый вес профессионального бокса сильно изменился. Как технически, так и антропометрически. Лучшие боксеры дивизиона стали намного мастеровитее и быстрее. Уровень тактической и физической подготовки значительно вырос. Сильно подросли и сами боксеры. Достаточно сказать, что еще недавно, каких-нибудь 50 лет назад, тяжеловесом считался боец весом чуть более 79,5 килограмм. Рост большинства чемпионов до Мухаммеда Али был в районе 6 футов. Сегодняшние большие пары, как правило, имеют рост за 190 сантиметров. Они редко и за 2 метра. И весят существенно больше центнера. Чем больше вес боксерой, тем больше вес, наверное. Но лично мне, скажем, как-то ближе, не только не по духу, и не по технике и тактике, а потому что я выступал в среднем весе. Нет, мне все-таки поинтереснее в среднем веса. Лично мне. Но так случилось, что тяжеловесы одни из самых оплачиваемых перспективных боксеров. Состояние бокса в тяжелом весе точно характеризует общее состояние профессионального бокса. Многие сетуют на затянувшийся кризис в дивизионе. Думается, что тезис о кризисе как минимум спорен и неоднозначен. Сегодня братья Кричко являются доминирующей силой тяжелого веса. Они лучшие. И с этим нелепо спорить. Надо признать, что стиль бокса, демонстрируемый украинскими чемпионами, не самый зрелищный. Однако нельзя забывать, и Владимир, и Виталий Кричко носят свои чемпионские пояса по праву сильнейшего, завоевав их в честных боях, а не за компьютерным столом. И никто пока на деле не сумел подтвердить свои претензии на их звание. К тому же бокс не художественная гимнастика. Здесь не выставляются оценки за впечатление. Здесь побеждает тот, кто нанес противнику наибольший урон и остался на ногах после удара гонка. То есть все просто. Итог в кассе. В 80-е, 90-е и первое десятилетие этого века нет такого, нет такого, что ли одного постоянного сильного или двух-трех сразу сильных боксеров, нет у него противостояния. Вот, допустим, заняли сейчас два брата Кличко, вот, ну, скажем, два боксера, да. Все остальные там ковыряются немножко, да, там, кого-то побеждают, проигрывают, а вот два боксера стоят и все. Но брат с братом никогда не будет драться. Это понятно? В отношении кризиса хочу сказать вот, что у меня складывается впечатление, что, поскольку мекка профессионального бокса Америка, кризис тяжелого веса, если он и есть, он во многом обусловлен не наличием или отсутствием классных бойцов, а тем, что все действующие чемпионы настоящего времени не проживают в Соединенных Штатах. Предположим, что сегодня тяжелый вес действительно находится в определенном стилевом кризисе. Предположим, что есть определенный дефицит харизматических бойцов, индивидуальностей, с могучим духом и неподражаемым стилем. Но и это не причина для чрезмерного беспокойства. Так было и раньше, причем неоднократно. Например, от Джина Танны до Джо Луиса, или от Рокки Морчиана до Сони Листона, или от Мухаммеда Али до Майка Тайсона. Так было и так будет. Действительно, это очень трудный вид спорта, потому что здесь каждый ставит задачу нанести как можно больше урона своему противнику. То есть конкретно лишить его здоровья, если так называть вещи своими именами. И вот это вот зрелище, оно не очень ходили, ходят и будут ходить зрители. Наверное, сейчас в табеле о рангах спортсменов с их заработками деньги решают у нас многое на этой грешечной земле. Сейчас, наверное, американец Тайгер Вуз, наверное, второй после президента, так сказать, да, или второй после Билла Гейтса, или как хотите можете называть. Но супертяжелый вес всегда привлекал, привлекает и будет привлекать, потому что в ринге выходят большие ребята, очень большие. И цена победы иногда эквивалентна всего одному удару. В недрах тяжелого дивизиона уже сегодня есть бойцы, которым вполне по силам вернуть привлекательность такому тяжелому-тяжелому весу. Может быть, это будет русский витязь Александр Поветкин, а возможно резко прогрессирующий технарь Эдди Чемберс. Может быть, юный по меркам тяжелого веса исключительно одаренный 23-летний русский боксер Денис Бойцов или незнающий поражений Кевин Джонсон. Трудно сказать. Слишком от многих факторов зависит карьера боксеров-тяжеловесов. В одном можно не сомневаться. Где-то поблизости всегда есть тот, кто в состоянии по-настоящему зажечь. И когда звезды сойдутся, он явит себя миру. На подходе я вот однозначно могу сказать, но здесь может быть больше расставить любителям бокса. Это Александр Паверкин. Почему? Помните молодого Тайсона. Как он бился, это просто уклон энергии. Какая энергия, какая ярость на ринге. Каждый знал, надо Тайсона постараться клинчевать, чтобы там он потом выдохся где-то уже в конце боя. Сколько не пытались клинчевать, все равно он носил короткий без замаха удар, или апперкот, или хук, и противник оказывался на полу. Он бил, удар был как молния. Тедди Атлас много очень сделал для Майка Тайсона в ее становлении. И то, что Тедди Атлас, насколько я так понял, загорелся Александром Паветкиным, и он Паветкин где-то подходит под стилю. Под Тайсона скорости прибавить, но по духу, по ярости, по смелости Паветкин как минимум наступает Тайсоном, а я думаю, еще и превосходит его. Сегодня только ленивый не говорит о кризисе бокса. Одной из его главных причин нередко называется кризис в тяжелом дивизионе. Однако, если оглянуться назад и внимательно посмотреть в историю бокса, легко убедиться в том, что так называемое безвремение тяжелого веса неоднократно случалось и прежде. Длилось относительно недолго и обязательно завершалось ослепительной вспышкой, знаменующей рождение сверхновой звезды. Так что будьте внимательны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова